Такого масштабного разлива рек Тверская область не видела уже очень давно. За пару дней вода повысилась на несколько метров. Весеннее половодие пошло по наихудшему сценарию. Большая вода пришла в дома и на участки. В деревне городок лесного района река выбрала себе новое русло, и ее потоки разрушили мост. Десятки людей оказались отрезанными от большой земли. Сообщение стало возможным только на водном транспорте. В целом ситуация стабилизируется, но в нескольких районах области половодие только входит в силу. Уровень воды продолжает ползти вверх. В настоящее время вопрос паводка остается актуальным и более серьезным. По динамике на сегодняшний день в большинстве районов наблюдается положительная динамика, идет интенсивный уже спад от того уровня, который мы имели как максимальный. Людям оказывается помощь. Ситуация на данный момент под контролем. Это вот район реки Западная Двина, где уровень постоянно поднимается. Сегодня вот за сутки, по сравнению с вчера, с ним на 16 сантиметров поднялся. Район реки Малога, поселок Максатиха, тоже поднимается. И очень сильно, интенсивно сейчас поднимается в поселке Жарковском, река Межа. Вот. Ну, озеро Сирегер еще подо льдом, но лед постепенно тает, и уровень тоже поднимается, но медленно. По данным гидрометеослужбы, в Иванковском водохранилище идет интенсивный сброс воды, благодаря чему вода отступает и от областной столицы. Тем не менее, половодие обещает войти в городскую историю. Путешествие домой на лодках, затопленное кафе и открытие нового бассейна «Центральный» тверетяне запомнят на ближайшие 100 лет. В городе Твери самый большой уровень отмечался в 1947 году, когда высота его составляла 1113 метров. Сейчас у нас была максимальная отметка 877. По той же Тверце, Медная, последний раз очень высокий уровень наблюдался в 1955 году, очень давно. В районе озера Силигер, где мы ждем тоже в этом году опасную отметку, последний раз в 1903 году наблюдался высокий уровень, очень давно. Почти 110 лет, получается, не было такого уровня. От последствий паводка до сих пор страдают ржеветяне. Половодие привело к приостановке работы водозаборов. Волга приносит в их фильтры тонны мусора, воду с полей, болот и растаявший снег. Большая вода вскрыла наружу из-за старелой проблемы. Оказалось, что фильтры водозаборов в Ржеве не чистили с момента их постройки. В результате водопроводную воду ржеветяне не могут использовать даже для технических нужд, не то чтобы для питья. Набор вредных примесей зашкаливает. В такой ситуации Роспотребнадзор рекомендует бить тревогу, обращаться к властям и коммунальщикам, требуя принять неотложные меры по обеспечению качественной водой. Внимание! Вот 16 апреля 2013 года. Ржев, Ленинградское шоссе, дом 46, дробь 39. Такая вот у нас водичка текет, приятная, на всю. Можно ли подмыться? А мы за эту воду платим, между прочим. Прогноз синоптиков на окончании половодия неоднозначный. В лесном заповеднике, Жарковском, Максатихинском и Вышневолодском районах в лесах еще лежит снег. А значит, грунтовые воды продолжат пребывать. Ничего хорошего не сулит и прогноз погоды. Вода не только продолжит наземное наступление, но и начнет воздушное. Вот в этих районах, где уровень поднимается еще в пределах недели, мы будем находиться в таком напряженном состоянии. Вода еще погодные условия на предстоящие, допустим, трое суток говорят о том, что мы ждем дождь. Хоть он и будет небольшой дождь, небольшой, местами умеренный. Ну, какую-то долю он, конечно, внесет в это дело. Марина Евстрасия, Виталий Осипов, Андрей Шибаев, Станислав Конышев, РЕН-ТВ Пилот.